Привет всем! В этом видео я попытаюсь отремонтировать электронную сигарету мод для электронной сигареты. Называется этот мод iStick Elite 30W или iSmoke Elite 30W. Точно я не знаю, как там правильно. Неисправность данной электронной сигареты заключается в том, что когда нажимаешь на главную кнопку парения, вот эту вот, выскакивает надпись Atomizer Short, то есть короткое замыкание в Atomizer. Без бака она показывает No Atomizer, то есть нет Atomizer. Казалось бы, логично, что короткое замыкание здесь, но на самом деле это не так. Я это покажу. На самом деле никакого короткого замыкания здесь нет. Это просто мод диагностирует как короткое замыкание. Для того, чтобы разобрать этот мод, понадобится отвертка, звездочка. Вот она у меня есть, самый дешевый вариант. Можно купить на Алиэкспресс. И надо открутить два винта снизу. Открутил я нижнюю часть мода, но для удобства, конечно же, Atomizer с баком надо снять. Кроме того, это не даст возможность сверху открутить сам мод. Тоже откручиваем этой же отверткой. Правда, здесь вот они разные винты. Здесь они чуть подлиннее, и форма шляпки тут другая. В сторону отложу. Верхнюю часть я сейчас открутил. Есть видео в интернете, что нужно почистить вот этот коннектор в случае возникновения надписи Atomizer Short. Но я уже говорил, что это не эта причина. Это не оксидная пленка. И это не короткое замыкание на самом деле. Еще раз покажу. Верхняя часть с коннектором, она соединяется многожильным проводом с платой. Поэтому она не снимается. Чтобы дальше разобрать этот мод, нужно снять вот это вот декоративное стекло. Оно здесь на клею. Снимать надо очень осторожно. Можно сломать. Лучше использовать что-нибудь пластмассовое, потому что с железкой можно экран поцарапать. Держится она на клею. Что нужно сделать дальше? Дальше можно кнопку снять, потому что она будет мешать съему. Резиновую прокладку тоже надо извлечь. Вот. Кнопка пластмассовая. И резиновая прокладка. Теперь надо снять вот эту вот кнопку. Чтобы снять вот эту кнопку, нужно чуть-чуть вбок отодвинуть. Дальше планку из оргстекла и снять кнопку. Она выпадет. Вот это маленькое стекло декоративное, оргстекло, можно не снимать. Снимаем вторую планку. И вот мы добрались до внутренности этого мода. Этот мод состоит из платы с электроникой и аккумулятора 18650. По всей видимости, маркировки нет здесь. И два вывода на коннектор. Минус черный и плюс красный. Посмотрим, что покажет нам мод сейчас. Матамайзер Short. Сопротивление 0,5 Ом. Это он корректно измерил. Замыкания здесь нет. Сейчас я откручу, он покажет 0 Ом. Вот видите, 0 Ом он показывает. По мере вкрутки он показывает 0,6 или 0,5. Потому что сопротивление 0,5 плюс 0,1 Ом провода. Ну и плюс еще окисная пленка там на коннекторе. Какая же здесь неисправность? Судя по всему, первое, что приходит на ум, это его нагрев. В процессе эксплуатации он довольно-таки сильно нагревается. И скорее всего, у него должен быть выходной каскад, собранный или на транзисторе, или на микросхеме. Вот я вижу здесь радиатор. Поэтому начну с него. О, мне кажется, он просто отпаялся там внутри. Ну, первое, вернее, предположение, что отошел контакт от микросхемы. Под этим радиатором, скорее всего, находится транзистор выходной либо микросхема токовая, которая мощность обеспечивает на испаритель. Я за кадром мерил сопротивление мультиметром. Просто некоторые могут подумать, что типа здесь замыкание. Нет, здесь нет никакого замыкания. Поэтому я ничего не измеряю. Там резинку надо снять. Запомните, она была на первом ребре. И прям сейчас прогрею вот здесь вот феном. Температура на фене я выстыл 400 градусов. Прижму радиатор и подожду какое-то время. Попытка прогрева радиатора не увенчалась успехом. Сейчас вот когда радиатор расстыл, я подумал, может, в принципе, из-за кнопки здесь механическое давление было и образовалась холодная пайка на близ лежащей микросхеме здесь вот. Поэтому, может быть, сам и выходной каскад здесь ни при чем. Вот смотрите, я надавливаю. надавливаю. Вот тут не видно, сука. В принципе, достаточно сюда надавить. В общем, идея у меня какая. Подложу я вот сюда, в эту часть, что-нибудь изолированное, только не проводящее, чтобы просто создать напряжение механическое на эту часть, где, по всей видимости, отходит контакт. Пока мне еще электронный микроскоп не пришел из Китая, поэтому туда я не полезу. В принципе, можно этот радиатор разобрать, но вот если это временное решение, сейчас, которое я приму, здесь вот просто поджать радиатор, если оно не поможет, то в скором времени я запишу видеоролик, как я сниму этот радиатор и буду уже дальше смотреть с помощью электронного микроскопа, что там происходит. Ну, посмотрю, попробую, сколько он еще проживет и сейчас что-нибудь туда подложу. В принципе, ладно, не идет, и бог с ним, что ломать. Загну я эту часть вот так вот. Пусть здесь она сидит. Ладно, смотрим, сейчас должно все заработать. все работает. В качестве временного решения я оставлю так. Обратно собираю, вставлю плату в канавку. Верхняя канавка. эта часть у нас закроется все равно. Собрал я этот мод обратно. Сейчас протестирую. Все вроде бы работает, но, честно говоря, способ устранения неисправности не совсем хороший, а лишь временный. если эта неисправность еще у меня проявится, к тому времени у меня уже будет электронный микроскоп, и я уже попробую устранить уже на 100% эту неисправность. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok